Библейский портал экзегет.ру представляет Четвёртая глава послания к филиппийцам для библейского портала Экзегет. Ну, она последняя. В последних главах Павел часто переходит к личным приветствиям. Это очень важно. Вот нам кажется, что... Ну, зачем это всё? Он же пишет как апостол, как, собственно, руководитель этой общины. Ещё там в конце передавать приветы, когда у нас сегодня пишутся какие-то официальные бумаги, в конце никто не приписывает там. Привет, Вася, поцелуйся от меня Машу. Но если это община, то в этой общине конкретные живые люди, и Павел не отделяет обращение к этой общине как к единому целому от обращения к отдельным, дорогим, близким ему людям. Потому что лично здесь это часть этого единого пространства христианской любви. Итак, возлюбленные мои желанные братья, радость моя и мой венец, то есть его награды, то, чем он может хвалиться, твёрдо стоите в Господе, возлюбленные. Призываю Еводию, призываю Синтиху к единомыслию в Господе. Кто эти люди, мы ничего не знаем о них, но, вероятно, они спорили. И он говорит, давайте вы не будете ругаться. Да, прошу и тебя, мой верный сотрудник, а может быть, это имя Сизиг, потому что слово Сизига означает сотрудник. Прошу и тебя, мой верный сотрудник, помочь им обеим. Они вели борьбу за Евангелие вместе со мной, Климентом и всеми, кто нам содействовал. Имена их записаны в книге жизни. Обратим внимание, что это, кстати, ещё и женщины, скорее всего. То есть тётеньки поругались. Ничего себе, он пишет в некую христианскую общину и говорит, там, передайте Клавдии Петровне и Марии Ивановне, чтобы они не ссорились между собой. А ты, называют какого-то местного человека, помоги им примириться. Ну, потому что общие слова о единомыслии, о всём прочем, это ничто, если это не переходит на конкретный уровень. Вот так эти люди вошли в Новый Завет, хотя, вероятно, ничего выдающегося не сделали на тот момент. Всегда радуйтесь Господе. И снова скажу, радуйтесь. Вот эта его тема в филиппийцах постоянная. Не подробно он об этом говорит, но без конца он говорит, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Это, с одной стороны, формальное греческое приветствие, хайре по-гречески. Так они, собственно, здоровались друг с другом. Мы желали здравствовать, а они желают радоваться. Но это ещё и содержательное обращение, то есть вера, христианская жизнь должна приводить человека к радости. Если этого нет, то, собственно, в чём её ценности? Пусть все люди знают ваш кроткий нрав, Господь близко. Вот смотрите, все люди знают, и Господь близко. Казалось бы, это разные вещи. Но если Господь близко, ну, может быть, Он здесь ждёт скорого второго пришествия, может быть, говорит ещё и о том, что в любом случае Господь с нами, Он следит за тем, что происходит, и для Него это не безразлично. Тогда наше отношение к другим людям, наш кроткий нрав, собственно, и есть то, чего Он от нас ждёт. «Ни о чём не переживайте, но всегда просите в молитве Бога и благодарите Его. Открывайте Ему, в чём есть у вас нужное. Бог дарует вам мир превыше, сохранит ваши сердца и помыслы во Христе Иисусе». Вот путь к радости. Удовольствие или благополучие не всегда достижимы. Но возможность всегда просить Бога, который близко, у человека есть. И это источник радости для него. Да и вообще, братья, вот дальше должна быть какая-то такая формулировка, как жить. Да, как поститься, как молиться, как одеваться, какие слова говорить, книжки читать. Люди очень хотят этого узнать, когда они приходят в церковь. Да и вообще, братья, что истинно, что почтенно, что праведно, что чисто, что пригодно и что благозвучно, в чём есть добродетели, в чём похвала, вот о том и размышляйте. Списочек нам дай. Нет, не даст. Сами разбирайтесь, что истинно, что почтенно, что праведно, что чисто. Ну, вы же не дети маленькие. Филиппийцы – это община, которая достаточно уже зрелая. Вот не ждите, что я вам буду в рот всё вкладывать. Сами разбирайтесь с оценками. Просто знайте, что вот есть истинные, почтенные, праведные вещи, надо этого придерживаться. А вы там поймёте, где, что и как. Я вам не нюнька, говорит Пётр, Павел, простите. Чему научились, что приняли, что слышали и что я вам показал. Вот то и делайте. И Бог, податель мира, будет с вами. То есть он основал эту общину, он дал образец, он прожил с ними какое-то время, он научил их основам, и дальше они идут сами. Вот прекрасный пример духовного руководства. Я очень обрадовался в Господе, что снова расцвела ваша забота обо мне. Но Павел и радуется личным отношениям. Он не бросает их, он не говорит, не, всё, я пошёл, а вы там сами как знаете. Конечно, вы хотели проявить её и прежде, но случай вам не представился. Павел в заключении, весьма вероятно, в Риме, хотя есть на этот счёт сомнения. И, соответственно, они на расстоянии мало что могут для него сделать, но, очевидно, прислали кого-то и дают как-то Павлу знать о себе и помогать ему. Говорю об этом не потому, что нуждаюсь. Я научился довольствоваться тем, что у меня есть. Вот принцип всегда радоваться. Знакома мне скудость, знакома изобилие. Я прошёл через всё и повсюду, будь то сытость или голод, изобилие или нужда. Всё мне по силам, ведь Христос укрепляет меня. Вот практический пример, как можно радоваться. И всё же хорошо вы поступили, приобщившись к моим страданиям. Как приобщившись? Ну, то есть, приняв какое-то участие, передали посылочку, письмо какое-то. И, вероятно, их молитва для него очень много значит. Сами ведь знаете, филиппийцы. Когда я начал проповедовать Евангелие, оставив Македонию, никакая другая церковь не общалась со мной в том, что касалось сборов и раздач. Только вы. Македония – это римская провинция, в которой Филипп один из главных городов. И, соответственно, отправившись дальше, Павел нуждался в средствах. Ну, в конце концов, ему надо было на что-то жить, и путешествия тоже не бесплатные, и так добыли. И вот филиппийцы – единственная община, которая собирала на это средство, чтобы его поддержать. И в Фессалонике вы мне посылали, что требовалось, и единожды, и дважды. Другой город там, неподалеку. Но я не подаяние от вас добиваюсь, я добиваюсь, чтобы принесенные вами плоды шли на пользу вам самим. У меня есть все, и даже более того. Я получил от Апфродита ваши дары. Апфродит, который приехал к нему, судя по всему, туда в заключение от филиппийцев. «Ваши дары, как жертву благоуханную, приятную и угодную Богу». То есть их дар – это жертва Богу одновременно. «И мой Бог сполна наделит вас всем, в чем вы нуждаетесь, по своему славному богатству через Иисуса Христа, Богу и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». И заключительное приветствие. «Приветствуйте всякого, кто свят во Христе Иисусе. А вас приветствуют те братья, кто здесь со мной. И приветствуют вас все святые, а в особенности те, кто из дома Кесаря». Вот именно поэтому, скорее всего, он пишет из Рима «Дом римского императора». У него, конечно, огромное количество всяких сотрудников, рабов, домочадцев. И, с другой стороны, «Дом Кесаря» – это, может быть, название и служителей императора, которые его личные посланники в других местах Римской империи. Но, вероятнее всего, все-таки он пишет из Рима. И, значит, христианская вера уже проникает, собственно, в императорский дворец. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Заключительная формулировка. Вот это была последняя глава послания к филиппийцам.